В 24-й школе состоялась встреча депутатов Законодательного собрания Михаила Зубарева и Виталия Крупина с педагогами Азбеста. В своем выступлении Михаил Зубарев опроверг появившуюся информацию о его претензиях на должность главы города, а также почему он покинул ЛДПР. Зная, что по поводу меня в городе Азбесте обсуждался вопрос о том, что я планирую стать главой вашего города, уезжать из первых уст, это неправда. Голова у нас Наталья Медотиханова, на мой взгляд, один из самых успешных руководителей, которая прошла педагогическую школу, а из педагогов у нас получается лучший руководитель, что-то далеко ходить, и министр образования, прошлом учитель физики. На место работа найти я не планирую, работаем мы с ней в одной команде, в команде губернатора, поэтому она вместе, я все вместе. Второй вопрос хочу подвести из первых уст. Да, действительно, 22 марта текущего года я платил на эту картию ЛДПР. Я завершаю полномочия, есть в общем созыве, в составе фракции этой картии, но членом этой картии более не являюсь, как бы я работаю сейчас сам, и ребята работают сами, сегодня я че в беспортии. Вы подчеркиваете вопрос, почему это случилось? Не буду комментировать, буду ли политику картии, но, в смысле, это будет немножко неэтично. Там вот работают мои коллеги и товарищи, это 10 лет жизни, это 10 лет работы. Считаю, что во многом она была успешной, но это было непростое решение, решение было принято, нужно идти в предыдущие, развиваться. Затем Михаил Зубарев поделился своим видением баллотироваться на третий срок ЗАГС Собрания Свердловской области. На момент, когда нужно было время перейти, решение идти или не идти на третий срок полномочий, сразу решение было непростое, без ни почему. Во-первых, 10 лет, не слушаю, но должности разные, должностей было разных много, но на одном месте. Понимаю, что на меня есть как положительное, так и отрицательное. Это нормально, потому что работа, работающая в должностях, есть усталость от человека, есть от человека, но какой-то антираги совершенно нормально. Поэтому перед тем, как идти, мне было важно понять, я дальше нужно или не нужно. Я сейчас задал вопрос моим коллегам, с которым я работаю каждый день, главам городов, руководителям учреждений и предприятий на вопрос. Ребята, подскажите им, ваше мнение, идти или не идти, или пойти в другой вид власти. Мне никто из коллег не сказал, дай мне, что уходи. Все сказали, а ты все сделал, что планировал. Но сегодня мы работаем в Азбесте. Но вспоминаю Азбесте, был наказ в улице Промышленная. Она сегодня сделана не вся. Мы еще не закончили отрезок в Гавайи, Володарскую, в ту часть. Но, скажем так, 80% выполнено. Был наказ Ленина. Вместе с главой пошли на прецедент, пробежали по краю Лава и добились, что на улице Ленина получили дополнительные институты. И в Унице Ленина отремитировали. В институте объекта образования, ну, считаю, не могу сказать, что это моя заслуга. Нет, это заслуга нашей команды. Команды, которая работает на благо города Азбеста, это администрация, это и управление образования в данном случае, это и коллеги депутаты. Мы смогли добиться, чтобы в лагере Азая появился новый стадион. Владимир Александрович Масов, мой коллега, уроженец Азбеста в прошлом его мэра. В данном случае это совместно мы добились, чтобы на 19-20 год все это были в бюджете. Не буду перечислять все моменты, которые удалось совместно с Натальей Робертовной, с Владимиром Александровичем, с Евгением Ильичем Куйбышевым, нашим лаборатором, реализовать. Так, есть положительные моменты, есть те моменты, которые мы сегодня не завершили. Но возвращаюсь к вопросу, почему сегодня я здесь. Мне все коллеги задали вопрос, ты все сделал, чтобы он не работал? Ну пока нет. Вот пока не сделаешь. И вот и работай. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ.